Друзья, рада приветствовать вас на втором докладе. Располагайтесь, рада видеть такой ажиотаж в зале, это прекрасно, чувствуется, что тема вам близка и интересна, и я хотела бы передать слово нашему спикеру, Алексею Фадееву, старшему разработчику в Сибэйдже, и пока вы собирались, у нас небольшой смолток был, оказалось, что Алексей был фанатом Postgres, когда это еще не было майнстрином. Кстати, а кто любит Postgres? Поднимите руки, пожалуйста. Так, отлично, опускаем. А кто вообще не любит? Слушайте, ну, кстати, а все остальные? Заставили, понятно. Ладно, супер, спасибо вам огромное. Итак, Алексей, передаю тебе слово. Да, добрый день, друзья. Да, как вы меня уже представили, работаю в компании Сибэдж, это в основном заказная разработка, есть и продуктовое направление, но все-таки основное – это заказы. То есть мы либо делаем полностью проекты, либо как субподрядчики, соответственно, проекты меняются, не сидишь годами на одном и том же, постоянно движуха, это интересно. Да, и как и многие здесь, я дотнет-разработчик, но, опять же, как Аня сказала, давно знаком с Postgres, то есть у меня уже такая накопилась экспертиза. И еще в далеком 2006 году я делал дипломную работу в институте, писал локальную такую поисковую систему, и вот тогда я познакомился с Postgres, потому что MySQL тогда дикий популярный, у меня там начались проблемы с производительностью, и Postgres было, ну, на глазах видно, что в разы лучше, ну, такое было субъективное ощущение. Вот, потом я стал изучать дополнительные всякие фичи, которые есть в Postgres специфайт, скажем так, и она мне нравилась все больше и больше. Ну, и так получилось, я угадал с трендом, то есть теперь это СВД номер один, а в связи там с последними событиями и вариантов, собственно, и нет. Ну, а в свободное отойти время я еще играю в рок-группе, помимо всего прочего, но и здесь это полностью без IT не обошлось, вот там в кружочке сзади такое табло световое, это я в виде хобби тоже сделал на кластере Raspberry Pi, и, соответственно, управляется это все ПО на Дотнете. И на самом деле про это тоже можно было сделать доклад про это изобретение, но сегодня мы поговорим про другое. LinkedInDB – альтернативное ОРМ, и вы, кто работал с базами данных в Дотнете, знают, у нас есть очень хороший штатный ОРМ EF Core, и если речь идет о каких-то альтернативных инструментах, на то должны быть веские причины. И вот я такую делаю громкую заявку, что вот LinkedInDB и все, что я буду рассказывать, поможет снять все ограничения. По-моему, звучит интригующе, и повод посмотреть. Я примерно тоже в анонсе было написано, вот заинтриговал, вижу, полный зал набрался, это круто. Расскажу о других особенностях LinkedInDB, немножко про производительность коснусь, но и также у меня будет много примеров как раз на специфическом для Postgres функционале, и я заодно расскажу про него самого, этот функционал, потому что Postgres позволяет делать очень интересные штуки, про которые вы могли и не знать, а вот может быть именно в вашем проекте это просто будет бомба фича. Итак, поехали. Собственно, альтернативное ОРМ. Я, как такой большой любитель Postgres, часто бываю на профильных конференциях по Postgres, и как спикер, и как слушатель много-много раз был у меня, там много знакомых, в том числе знакомых администраторов баз данных, DBA. И вот DBA, чем они отличаются от остальных людей? У них самое ругательное слово из трех букв не такое, как у других людей, а это ОРМ. Почему так? Мы программисты любим ОРМ, а DBA почему-то не очень любят. И на то есть причины, потому что любой опытный DBA сталкивался в своей жизни с ситуацией, когда база тормозит, он начинает разбираться почему, видит какой-то там многоэтажный запрос, а при этом бизнес-задача решается простая, которая на SQL могла бы быть написана очень просто. И DBA наш разводит руками. А почему нельзя было нормально написать? Ответ, а это ОРМ такое сгенерировал. Почему так происходит? Тут есть две причины. То есть первое, собственно, не инструмент плохой, а просто им не умеют пользоваться. Как это часто бывает, одну и ту же операцию можно делать разными способами и в том числе на любом ОРМ и на EF Core тоже. Вы можете написать запрос, который будет работать не очень хорошо, а можете переписать по-другому, и он будет работать очень хорошо. И я вообще тоже за этой темой слежу уже много лет и могу сказать, что все-таки это радует. Экспертиза в нашем .NET сообществе растет. И в целом опытные разработчики, скажем так, уровня middle, плюс и выше научились-таки писать нормальные, хорошие запросы. А если там молодежь иногда пишет плохие все чаще, эта проблема решается внутри команды, а не вкроде уже DBA с красными глазами и ночью мучается с этой медленной базой. Поэтому первая проблема, скажем так, более-менее решена. Но есть еще вторая фундаментальная проблема. Это, собственно, ограниченность инструмента, когда, в принципе, инструмент ОРМ вот такое, что вы хотите сделать, не может. И тогда, какой бы вы ни были разработчик, там, супер-сеньор, супер-опытный, у вас два варианта. Либо, ну, точнее, либо оставить плохой запрос, либо не использовать ОРМ и переписать, собственно, на SQL что-то тоже не очень. Особенно это касается как раз-таки Postgres, потому что ОРМ и не все, что умеет SQL стандарт умеет делать, кое-чего не умеет, к сожалению, например, EF Core. А в Postgres с его специфическими конструкциями, ну, здесь еще хуже дела обстоят. Но, тем не менее, отдадим должное EF Core, он становится все лучше и лучше. И вот практически в каждой новой версии появляется что-то, что я, допустим, несколько лет назад говорил, о, EF Core не может, а теперь может. И, например, не так давно добавили поддержку по элементам массива. А вот теперь вопрос, внимание, вопрос, а кто вообще знает, что в базе данных реляционной есть такой тип массив, когда в одной ячейке у вас целый массив. Вот поднимите руки, кто, о, прекрасно, довольно много народу. Но далеко не все. Ну, вот пример, нарисована такая табличка, например, научные какие-нибудь статьи. Вот у статьи есть название, ну, тех статьй я там это поле не показал. И, допустим, ключевые слова. Внизу вот бывают такие хэштеги и перечислены ключевые слова. Вот очень удобно хранить в одном массиве, тогда вам не надо эти лишнюю делать связь, лишнюю таблицу. И пример на EF Core. Будем искать статьи про Postgres. Вот вполне читаемый код, а внизу слайды генерируется SQL. Оператор Any — это, собственно, поиск по элементу массива. Молодцы разработчики EF Core. Более того, массивы есть только в Postgres и в СУБД, сделанных на его основе. Это открытый проект, и, собственно, вы можете взять исходники и вообще свою СУБД на его основе сделать это и продавать. Это вообще не запрещено. То есть очень демократичный у них подход у Postgres. И, тем не менее, EF Core несколько лет назад считалось, ну, это прежде всего про MS SQL. А вот видите, всякие специфические штуки для Postgres тоже делают поддержку. Здорово, молодцы, что сделали поиск по массиву они. Но, тем не менее, много других вещей, которые они пока еще не сделали. Когда сделают, неизвестно. И поэтому мы опять возвращаемся к проблеме ограниченности инструмента. И, более того, ограниченность касается не только того, что не сделано, но, как ни странно, даже может коснуться того, что сделано. Опять же, одну и ту же задачу можно решать разными способами, в том числе и в Postgres. И поиск по элементу массива, вот на слайде два варианта по-разному реализованы, но разница основная в том, что нижний вариант вот такая с оператором «Собака больше» поддерживает индексный поиск, а с оператором «Any» не поддерживает. И, к сожалению, разработчики EF Core выбрали вот вариант без индексов. Поэтому вроде бы поиск есть, но если данных у вас будет много, то уже все будет работать не так быстро. Здесь у вас, кто представляет, как работает B3 индекс базы данных, может возникнуть вопрос, а как же вообще можно индексировать массив? Вообще, давайте я кратко напомню, что такое B3 индекс и вообще индекс базы данных. То есть у вас в таблице много данных, есть какое-то значение в строчках, и вы хотите, чтобы по этому значению поиск был очень быстрый. Для этого строится индекс. Индекс – это вспомогательная структура, вот зеленым цветом индекс, а желтым, ну, только это значение для краткости, для наглядности показано в самих данных, в самой таблице. Там, естественно, оно не упорядоченное, а в индексе значения упорядоченные. И, соответственно, упорядоченные и еще и многоуровневая структура. Поэтому это быстро работает. Кстати говоря, завтра будет доклад Владимира Ситникова, где он вот это все очень подробно, наглядно и красиво объясняет. Крайне рекомендую посетить. Но B3 индекс – это про скалярные типы, потому что поскольку значение надо упорядочивать, то есть понятно, допустим, число, число можно упорядочить. Но массив – это уже является нелинейной структурой. То есть массив – это набор элементов, и там может быть разное количество их, разные диапазоны. Так как же можно проиндексировать массивы? И для этого в Postgres есть специальный другой тип индексов, называется GIN. И такое представление, скажем так, простыми словами, он похож на предметный указатель в технической литературе, то есть где перечислены ключевые слова и страницы книги, на которых он находится. И вот здесь примерно так же GIN.Index строится не по всему массиву, а отдельно индексируются элементы, и по каждому элементу, соответственно, ссылки на все места, где он встречается. И за счет этого вы можете… То есть у вас может быть очень много данных, то есть миллионы строк, в каждой еще большие массивы, и все это будет очень быстро, очень быстро будет поиск. И возвращаемся теперь к EF Core. Да, массивы есть в базах, их можно индексировать, и EF Core, к сожалению, вот поиск умеет, а с индексом не умеет. И давайте, наконец-то, уже переходить к LinkU2DB. И вот следующая ее особенность я назвал богатый функционал из коробки. Ну, вы скажете, EF Core куда уж богаче. Это не просто библиотека, это целый фреймворк, который там и мигратор у него есть, и там коды First, и много чего еще. Но LinkU2DB – это более узкоспециализированный инструмент, это именно генерация запросов, соответственно, и маппинг, да, собственно, M в слове ORM. Но вот именно в этой своей узкой области он более функционален, чем EF Core и умеет то, что EF Core не умеет. И возвращаясь к массивам, да, в EF Core сделали поиск на равенство по элементу массива, но, например, на больше-меньше вы уже не сделаете. И, собственно, вообще пока всего там одна функция. А вот в LinkU2DB такой внушительный список, что он умеет делать с массивами. Здесь и поиск, да, побольше-меньше, и многомерные массивы, и пересечения, много чего еще. Такой, да, большой список внушающего уважения. Среди этого всего богатства есть как раз-таки поиск индексный. Вот давайте рассмотрим еще пример. Кстати, большинство примеров у меня в презентации будет на основе демонстрационной базы данных, которая в открытом доступе, ее можно скачать, дамп, развернуть и потренироваться, как говорят, на кошках. Это такая синтетическая база авиаперевозок. Там всякие маршруты, самолеты, аэропорты и так далее. Вот умные люди, кто реально работает с такими данными, говорят, на самом деле все не так, но эта база такая синтетическая, поэтому я буду на ней строить. И вот, допустим, у нас есть табличка маршруты. Вот рейсы, у рейса есть номер, там что-то еще, и дни недели, по которым он летает. Тоже очень удобно хранить в массиве, все будет в одной табличке. И давайте напишем запрос, найдем рейс, который летает по вторникам и пятницам. 2.5. Пишем, значит, код на .NET. И, соответственно, вот такое SQL-ext, PostgresQL-contains. Это вот функция в link2db для поиска по элементу массива. И вот такое генерируется SQL, то есть видим внизу оператор, собака больше, тот оператор, который индекс поддерживает, что замечательно. Ну и вообще для чего используют массивы в СУБД? Вот, да, многие уже с ним знакомы. То есть для каких-то задач это может сильно упростить архитектуру, структуру данных, потому что у вас будет меньше таблиц связей, и просто вы будете делать более элегантные решения. Конечно, злоупотреблять не стоит этим. Но также это и про производительность. Вот такая картинка от российского вендора PostgresQL, сравнение производительности. То есть синим цветом данные в реализационном виде хранятся, классические связи, там один ко многим, многие ко многим. Красный массивы, желтый, GSMB, про этот тип немножко позже расскажу. Соответственно, по шкале Y время чем больше, тем хуже. Может показаться, что на 30% массивы работают быстрее. На самом деле, если вы приглядитесь, вы увидите, что шкала здесь логарифмическая, поэтому на массивах примерно в 12 раз профит. Вот, если у вас такой high load, очень критичный к нагрузке, повод посмотреть в эту сторону. Ну и linked2db, соответственно, замечательно с ними работает, там и поиск по индексам, много еще. Идем дальше. Запросы with CTE или на русский такой манер CTE часто называют обобщенные табличные выражения. Кто знает, что это такое, кто их видел? Поднимите, пожалуйста, руки. Опять же, ползала, здорово, честно говоря, обычно у меня такое ощущение, что меньше этот процент. Но тем не менее, для тех, кто не знает, я не смогу за 5 минут объяснить, что это такое, поэтому я сейчас очень быстро пробегусь. Если будет совсем непонятно, ну и бог с ним. А кто в теме, но из-за скорости как бы не поймет, вы потом скачайте, пересмотрите, или в дискуссионке со мной, или там напишите, расскажу. CTE-запросы бывают простые и рекурсивные. Значит, начнем с обычных. Для чего они нужны? Они позволяют сделать как бы часть запроса и обращаться к ней несколько раз. То есть вынести какую-то часть сложного запроса в отдельную единицу, скажем так. И, например, вот такая задачка. Считаем средние значения, допустим, у нас операции какие-то, там оплаты. Считаем средние и отдельно обрабатываем, где превышает средние и не превышает. И, соответственно, вот пример реализации на SQL. Где слово this в верхней части, два вот этих CTE выражения, и потом дальше мы к ним обращаемся. Так вот, entity framework с ними не умеет от слова никак. А вот в link-q2db есть поддержка CTE. То есть вам, вы пишете обычный запрос, link-q, и добавляете scte. Соответственно, вот один-второй. А дальше используете это как обычный, ну, как обычный iQuery, да. Но по факту будет это именно сгенерирован CTE-запрос. И, соответственно, вот такой запрос сгенерируется. Генерированный код бывает не всегда хорошо читаемый, но это и не его задача. На самом деле он не такой страшный, как кажется, и все, что надо, сгенерировалось. Другой случай. Рекурсивная CTE – это еще более интересная задача. То есть когда запрос обращается как бы к предыдущей итерации самого себя. Простая такая задачка. Считаем числа от одного, сумму чисел от одного до ста. Соответственно, рекурсия состоит из двух частей. Они разделяются union all. Вверху шаг номер один, а внизу рекурсия. То есть вот n плюс 1. Берем предыдущий и увеличиваем на единицу. Конечно, для того, чтобы суммировать числа, это можно сделать без. Это просто такой для наглядности упрощенный пример. А для чего используют рекурсивные CTE? Для работы с иерархическими структурами. То есть благодаря рекурсивным CTE вы можете получить, например, всех предков или всех потомков за один SQL-запрос. Если у вас вот древовидные структуры, то это то, что вам нужно. Коротенько, опять же, пробегусь. В CTE нужны параметры. Опять же, какие нужны, почитайте про рекурсивные CTE и посмотрите примеры, поймете. То есть нам нужно сделать класс в .NET с перечнем параметров и дальше пишем запрос. По структуре он, в принципе, похож на рекурсивные CTE в SQL в верхней части начала. То есть мы задаем конкретные ID-шники, точки отсчета. А внизу рекурсия. Вот как бы здесь ключевая вещь. Equals ID одного элемента. Equals parent. То есть, собственно, получаем родители. И так по рекурсии. Соответственно, вот такой рекурсивный запрос SQL генерируется. И все замечательно работает. Идем дальше. Табличные функции. В базе данных функция может возвращать хранимые функции не только скалярное значение, но и таблицу. Соответственно, вы передаете аргумент, вам возвращается таблица. Как с этим стоит дело в EF Core? В EF Core вы можете через raw SQL это сделать. Как бы не самое красивое решение, но в принципе ходовое. То есть, если вам нужна есть какая-то константа, вы ее отправляете как аргумент и получаете значение табличной функции, это нормально. Но если вам нужен более сложный случай. Вот я приведу пример из реального проекта для билетной транспортной системы. Есть хранимая функция, которая получает набор тарифов, возможных для определенного кода какого-то места. Место это там турникет в метро или в автобусе. Соответственно, и пример задачи такой более сложный. Вот нам приходит, ну нам нужно сделать какой-то анализ нескольких фибераций. Нам приходит список этих мест и нам нужно для каждого вызвать функцию и получить тарифы. То есть, простое решение, ну вызываем ее n раз. Ну, очевидно, не самое оптимальное решение. Так вот, link-to-db позволяет сделать join и результат как бы под запросы, или таблицы, или даже запрос к таблице, колонку этого результата передать аргументом в функцию и получить все результаты одним запросом. Генерируется SQL внизу слайда, конструкция inner join lateral. А кто с CMS SQL хорошо знаком, аналогичная вещь там называется cross-apply. Link-to-db такое тоже умеет. Итак, я коротко пробежался, что умеет link-to-db из коробки, чего нет в EF Core. Вот, и с массивами, продвинутая работа CTE, соответственно, табличные функции, продвинутые использования, и многое другое. Вот про merge я даже не стал говорить подробно, но тоже есть, и это далеко не все. И тем не менее, это набор определенных приятных моментов полезных, и это все равно не решает проблему ограниченности в целом. Потому что, да, есть это, 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 рано или поздно вы столкнетесь с тем, а вот мне вот это на SQL знаю, как написать, и даже с link-to-db не получается. Особенно с Postgres, если это вообще, например, какое-нибудь стороннее расширение вы скачали, да, у Postgres есть куча еще плагинов. Можно даже писать свои, и там может быть свой какой-нибудь хитрый оператор, который точно никакая ORM не знает. И вот здесь мы переходим к следующему этапу, и это, я считаю, ну, самая крутая фича link-to-db – расширяемость. Сейчас покажу. Рассмотрим на примере полнотекстового поиска в Postgres. Вот в Postgres есть встроенный полнотекстовый поиск в саму sub-d. Как им воспользоваться? Вот такой пример, это прямо из их документации. Postgres, значит, текстовая фраза должна быть приведена к типу ts-vector. И далее такой оператор, две собаки, слева от него тип ts-vector, справа ts-query. Это, собственно, вектор – это данные, где вы ищете текст, квери – это запрос к данным. Вы спросите, где я возьму этот ts-vector, у меня там несколько текстовых колонок в моей таблице. Ну, самый простой способ – добавляете вычисляемую колонку внизу слайда SQL по добавлению такой колонки. Ну, например, вот, генерируется будет из колонок name и комментарий. Все это будет объединяться в ts-vector. И, соответственно, когда вы модифицируете, допустим, текст в поле name, это поле само пересчитывается с UBD, это сделает за вас. Ну, вот, в данном случае будет таблица с одной текстовой колонкой и fulltxt data таким же генерированным полем для нее. Все любят котиков, я поэтому в такой табличке понаводил представителей семейства кошачьих. И вот fulltxt, вот, название, имя, да, кошечек, и fulltxt data – это вот этот ts-vector, вот так он визуально выглядит. Для того, чтобы теперь найти, сделать поиск полнотекстовый, нужно вот написать такое SQL. Соответственно, поле вот это fulltxt data типа ts-vector, оператор, две собачки и запрос. Да, чтобы найти кошечку, нам надо две собачки. Все понятно. Так вот, оператор вот этот, две собаки полнотекстового поиска, ORM не поддерживают большинство, и link2db тоже. Но в link2db есть такой инструментарий, вы можете очень легко там в 2-3-4 строки написать метод расширения. И вот мы пишем такой метод. Это статический метод, назовем его matches, да, соответствие полнотекстовому поиску. То есть полнотекстовый поиск. Метод, как правило, не имплементируется, потому что link2db запросы в ORM – это expression, то есть код, который сам не выполняется, а разбирается уже провайдером при построении запроса. И метод должен быть помечен атрибутом SQL expression. И вот первый аргумент, коричневым таким красно-коричневым цветом в кавычках, вы описываете SQL конструкцию, которая вам нужна, а в фигурных скобочках указываете аргументы. Что может быть аргументами? Все что угодно. Это могут быть колонки, таблицы, параметры, переданные в запрос, такое в SQL тоже есть, или константы. Все, мы написали метод, и внизу слайда мы уже тут же используем и делаем полнотекстовый поиск. И вот к нашим fulltix data, вот к этому полю, это есть вектор, применяем метод matches и ищем лесные и дикие кошки. Итак, написали .NET код и смотрим, что сгенерировалось, то, что нужно. Вот этот оператор две собаки замечательные и, соответственно, конструкция для поиска. В правой части скриншот из отладчика .NET, и вот мы видим, что нашлось. Смотрим, там есть лесной код и дикий код. Мы искали лесные и дикие, то есть поиск-то действительно полнотекстовый. Вот эта вся история со склонениями, окончаниями работает, и чтобы этим воспользоваться, вообще ничего не нужно устанавливать. Это в Postgres из коробки. Но если вам нужны более сложные случаи, такие как чередование гласных, это уже из коробки работать не будет, но есть такие словари Hanspel, которые это поддерживают, и Postgres с ним умеет работать. И установить Hanspel несложно, есть инструкция, и тогда у вас будет еще более крутой полнотекстовый поиск. Смотрите, полнотекстовый поиск в базе, стоит ли его использовать или лучше Elasticsearch? Ну, универсального ответа нет. Понятно, Elasticsearch – это отдельный сервис, он более функциональный, более гибкий. Но, с другой стороны, вам может вполне хватить, то есть вам этот функционал весить не требуется. Может быть, вам будет для вашего проекта вполне хватит функциональности встроенного полнотекстового поиска в Postgres, но какие преимущества? Лишний сервис – это всегда лишняя головная боль для админа, там точка отказа потенциальная. И еще один момент, когда поиск встроенный в BD, у вас не будет временного лага. То есть как только вы изменили данные, у вас тут же работает полнотекстовый поиск без задержки. То есть для Elasticsearch нужно на какое-то время, чтобы данные попали в Elasticsearch. Полнотекстовый поиск также индексируется в Postgres, поддерживаются эти Hanspel словари для сложных случаев. Ну, а Link2DB, замечательная библиотека, позволяет всем этим пользоваться теперь в .NET. Идем дальше. Поиск в пространстве. Начнем с пространства одномерного. Ну, одномерным пространством может быть, ну, в данном случае некие показания датчика какого-то за большой период времени. Вот здесь показан небольшой кусочек, а на самом деле он там в базе, допустим, за десятилетия, там, десятки миллионов записей. И вот такая задачка. Есть искомое значение, и нам нужно найти, допустим, 50 ближайших значений к заданному. То есть, ну, ближайших в обе стороны, и в большую, и в меньшую. И на картинке вот они другим цветом выделены. Давайте, кто, какое желание чуть-чуть там попробовать напрячь мозги, проснуться, как бы вы это сделали? Потому что для этого есть простое решение на любом SQL, на любом ORM. Вот. Ну, если желания нет, я покажу свой вариант. Ну, то есть, да, то есть вот у нас табличка, значение, время, и найти, допустим, 50 ближайших, но неважно, в какую сторону. То есть, что приходит? Нет желающих, да? Не стесняйтесь, можете с места крикнуть. Ну, например, вот решение, которое приходит первое на ум. Взять, сделать order by сортировку по разнице по модулю. Тогда будет и в одну, и в другую сторону. Но в этом случае не будет работать индекс, потому что у вас индексировано поле, а не выражение по нему. Так. Нет идей? Что-что? Диапазон. Но проблема в том, а какой размер диапазона? В него может ничего не попасть, а может попасть миллион записей. Нам надо 50, да. А решение-то простое. Мы берем 50 в одну сторону, 50 в другую, а потом уже, ну, этого уже нет на слайде, а потом среди этого уже считаем разницу по модулю. Тогда сработает индекс в обе стороны, вот. Но это пространство одномерное. В двухмерном уже такая история не пройдет. Задача в двухмерном пространстве поиска, да, звучит так. Где находится ближайший бар? Или где находится ближайшая библиотека? Кто что больше любит? И здесь как раз приходит на ум вот примерно то, что вы сказали. Взять вокруг искомой точки прямоугольную область некую, вытащить все точки, которые попадают на нее, это по индексу легко сделать. А дальше уже считать там по теореме Пифагора расстояние. Но бары у нас по нашей земле расположены не совсем равномерно. И вот на рисунке это представлено. Область одного и того же размера, но в одном случае не попало ничего, а в другом попало достаточно много точек. Вот, допустим, от моего города Томска, если мы километров 300 возьмем на северо-восток и начнем там искать ближайший бар, вам надо, ваша область прямоугольная будет исчисляться в сотнях километров, чтобы хотя бы один бар найти. А если мы возьмем точку в центре Москвы или там в Питере на улице Рубинштейна, у вас там 10 метров будет достаточно, наверное, чтобы сразу много попало туда баров. Так вот, что же делать? В постгрессе для этого есть такой механизм, который называют KNN. KNN означает nearest neighbor ближайший сосед, а K количество, то есть там K ближайших соседей. Основано это на операторе стрелочка в обе стороны, оператор расстояния. И есть сразу встроенный тип данных точка с двумя координатами, x и y, точка в двухмерном пространстве. Соответственно, point хранится в одной ячейке, а не в двух, то есть координаты две храним вместе. И считаем расстояние. Вот кто помнит геометрию школьную, теорема Пифагора и египетский треугольник, если катет равен 4,3, то расстояние гипотенуза будет 5. Действительно, такой селект даст 5. Так вот, что такое KNN? Если мы делаем order by, вот у нас в табличке наших зданий, баров и прочих зданий, лежат у нас координаты, соответственно, координаты тип point, две координаты в одной ячейке. Если мы делаем запрос, пишем order by координаты в нашей табличке, вот эта стрелочка и произвольно заданная точка. И делаем ограничение, допустим, 10 баров будем искать. Вот, есть такой хитрый индекс ГИСТ. Если мы на поле координаты повесим индекс ГИСТ, построим, то поиск будет индексный относительно произвольно заданной точки. Вот тем, кто знаком с индексами, первый раз это кажется какой-то магией, как это вообще возможно. Но тут никакой магии, тут матан. Мне кажется, это настолько интересно, я вот прям хочу геометрически проиллюстрировать. Вот у нас наши точки, алгоритм этого индекса ГИСТ разбивает на прямоугольные области. Как бы он старается, чтобы они были, точки расположены покучнее в каждой области, но чтобы их было не слишком много, там есть предел, больше которого нельзя. Области могут пересекаться, вот часть как бы приближенная этого рисунка. И как работает поиск. Вот мы берем искомую точку, заданную, от которой мы ищем наш бар оранжевого цвета. Точка попала в прямоугольник, это все хранится в индексе. Мы сразу получаем точки из этого прямоугольника. И считаем до каждой из них расстояние относительно заданной. Поскольку их там количество ограничено, это посчитается мгновенно. И в индексе хранятся минимальные расстояния между самими прямоугольниками. И допустим, нам нужно там найти всего два бары, и тут даже визуально видно, что есть две точки, которые меньше, чем любое расстояние между соседними прямоугольниками. Тогда это означает, что смысла в них лезть вообще нет. Потому что кратчайшее расстояние между самими областями, понятно, между любыми точками в них будет не меньше, как минимум. Но если нам таких точек не хватило, тогда мы уже строим относительные точки до ближайших прямоугольников уже относительно этой точки расстояния. Ну и не только до этой области, а для других. Потом, собственно, вытаскиваем эти точки, ну и дальше и так далее. И так далее. Вопросики профит. Многошаг в алгоритм. Все. И, соответственно, если у вас этих областей получилось много, что от каждого до каждого хранить расстояние, это уже будет… Все это, наверное, там по экспоненте будет возрастать. Этот индекс ГИСТ, он тоже иерархический. То есть у нас тот же алгоритм разбивает уже на более крупные области, где более мелкие области становятся как на предыдущем шаге точка. И, соответственно, таких уровней может быть много. Собственно, примерно так это устроено. Итак, нам нужно написать такой запрос, и тогда у нас сможем найти ближайший бар среди там миллионов зданий, которые у вас в базе лежат за там миллисекунду. Но для этого нам нужен поддержка вот этого оператора стрелочка, которого, как вы могли догадаться, в URM нету даже в LinkedIn 2DB. Но, опять же, пользуясь тем же методом написания расширения, берем и пишем. Здесь все еще проще. SQL выражение – это два аргумента и стрелочка между ними. И все в нижней части экрана. Тут же этот метод применяем. Берем произвольно заданную точку, ну, вот координаты, какие хотим, и, соответственно, ищем, считаем вот этот наш дистанц и делаем по нему order by и ограничения. Все, получили. Геопоиск. Если построен индекс ГИСТ, то индексированный. Да, это, собственно, запрос, который SQL сгенерировался. И я какое-то время назад был на лекции московского профессора астрономии, и он там рассказывал между делом. Некоторое время назад в Европе был проведен соцопрос, и 30% ответили, что считают, что Земля плоская. Вот. Кенденция печальная, но, к счастью, все-таки 70% пока считают, что не плоская, а Земля шар. Или, как совсем занудый, если быть, то эллипсоид. Так вот, на шаре или эллипсоиде расстояние считается чуть сложнее. Координаты не совсем прямоугольные, поэтому… Но это не беда. Есть такое расширение к Postgres'у популярное, называется PostGIS, тоже open source бесплатная. И в нем есть специальный тип, именно не просто некая точка в прямоугольном пространстве, а именно точка на земном шаре широтой-долготой. Там считается расстояние уже правильно на шаре или эллипсоиде. И, соответственно, для него тоже поддерживается оператор стрелочка и, соответственно, КНН. Итого, если вам надо работать с геоданными, вот, пожалуйста, то есть поиск пространств и в Postgres'е, поддержка индексов от произвольной точки. Да, PostGIS позволяет считать на земном шаре все правильно, на шаре. В общем, кто хочет работать с геоданными, вам отличный инструмент. Или на QtDB, благодаря нему все это в Дотнете у нас появляется. Ура! Идем дальше. Тип JSON-B – это вообще такой революционный тип, когда мы храним в ячейке JSON. JSON сейчас любая база данных хранит, но в Postgres'е он хранится не в виде текста, который надо парсить каждый раз, а хранится в бинарном виде, то есть как бы такая таблица в таблице. Насквозь индексируется одним индексом, то есть просто позволяет так же расширить ваши возможности, что в некоторых случаях просто космос. Ну, злоупотреблять, опять же, не стоит. Так вот, берем табличку аэропортов из нашей демобазы, и вот город в ней хранится в виде JSON, название города, на разных языках, ключи, вот код языка и, собственно, значение. Так вот, для поиска по JSON-B есть такой оператор вхождения, вот такой собака больше, то есть в левой части искомодокумент, в правой как бы JSON-фильтр, который входит влево. Что значит входит? Значит, есть все ключи и совпадают все значения. Ну, собственно, понятно, почему сверху true, снизу false вернет. И, опять же, на JSON-B можно построить джин-индекс, похожий как на массивах, и тогда этот оператор будет индексный. То есть десятки миллионов JSON-ов, там в каждом еще куча данных, все это будет просто с космической скоростью находиться. Опять же, функции для работы с JSON-B не поддерживаются в link.tdb и в других URM, но это не беда, мы берем и пишем расширение. Напишем сразу два оператора. Вот, собственно, первый оператор вхождения, напишем для него extension метод, а второй стрелочкой, если мы хотим, допустим, вытащить не весь JSON, он может быть большой и нам весь не нужен, а его часть по заданному ключу. Вот через оператор стрелочка. Это в Postgres делается. Напишем вот два метода и воспользуемся. Вот наши аэропорты с городами в виде JSON-ов. Фильтр для этого поиска должен быть JSON-ом. Естественно, его не обязательно писать текстом, можно стерилизовать из вашего объекта. Вот берем, соответственно, объект. Будем искать аэропорт по заданному английскому имени, а вытаскивать его русское название. Вот такой запрос. В принципе, все понятно, код читаемый. И генерируется такой SQL. Ну, собственно, вот два этих оператора. То есть в селекте мы вытаскиваем по ключу RU, а в V в условии поиска вот этот оператор вхождения. И все замечательно работает. Но бывает, что нужно какой-то более сложный сделать поиск. Если у вас совсем сложный JSON, там многоэтажный, и вот надо что-то такое найти. В Postgres есть такое расширение JS-Query. И для этого там есть специальный синтаксис. И вот он позволяет за одну операцию делать очень сложный поиск. То есть вот здесь сразу и проверяется многоэтажная структура, и там еще и попадание в диапазон, и еще там чтобы массив был. В этом, конечно, надо разбираться, но инструмент очень мощный. И опять же, учим LinkU2DB работать JS-Query. Пишем такой extension метод. Матч JS-Query. И, соответственно, на .NET вызываем матч JS-Query, передаем JS-Query выражение. И, соответственно, это все работает. Внизу генерируется код. То есть вот две собаки и тип JS-Query. Но, допустим, вы не хотите вот этот… Вы хотите написать метод какой-то, да, для поиска ProdisonP, используя вот этот JS-Query, но не хотите на разработчиков, которые будут использовать ваш метод, их заставлять погружаться в этот JS-Query. То есть вы можете сделать несколько методов, которые где уже ищут какие-то более конкретные случаи. Вот я тут украл слайд из чужой презентации. Это, собственно, презентация от разработчиков самого JS-MB и JS-Query. Хотя год 15, то есть, в общем-то, сколько, 8 лет прошло. Очень рекомендую посмотреть. Это все актуально и интересно. И вот там такой был пример, как спикер тогда сказал, запрос женский найти что-нибудь красненькое. Вот у нас что значит что-нибудь красненькое. Ключ color значения red, но этот color red может быть на любом уровне глубины, то есть может быть объект в объекте, в объекте, там еще массивы какие-то. И вот чтобы везде все искалось. То есть, в принципе, уже понятно, задача не тривиальная, то есть надо какие-то там рекурсии писать, там по массивам ходить. Но вот JS-Query как раз таки позволяет это решить очень просто. Если вот звездочка как раз означает хоть где, на любой глубине, в массиве, не в массиве, везде. И вот такой запрос эту проблему очень легко решает. И опять же, еще индексная поддержка есть. И, допустим, напишем на link2db метод extension, чтобы искать JSON-contents anywhere вот везде, на любой глубине. Я, значит, стал писать по аналогии, как я делал все другие extension методы, но оказалось, получил ошибку. Почему? Дело в том, что link2db все ваши текстовые аргументы оборачивает в одинарной кавычке, если это константное значение, для того, чтобы избежать иской линъекции. Соответственно, функционала, чтобы это отключить, у них нету. Вот, видимо, по причинам, по соображениям безопасности. Но поскольку JS-Query выражение само должно быть в одинарных кавычках, вот тут все начало ломаться. Но обходной путь просто сделать конкатенацию строк. И второй вариант, он рабочий. И, соответственно, ищем что-нибудь красное на .NET. Вот такой код JSON-contents anywhere color red. И внизу изгенерировался код. Да, он тоже с конкатенацией. Мы что сказали, link2db-tway выдал. Но индекс работать будет, потому что для оператора две собаки важно, чтобы поле, по которому построен индекс, было слева. То есть слева у нас поле, а справа может быть выражение. Это не проблема. Индекс работать будет. Ну и как вы могли догадаться, вот этим методом JSON-contents anywhere можно искать не только цвет, а любую другую характеристику. Найдем что-нибудь русское, например. А еще есть JSON-pass. Это похоже на JS-квери, и не так давно это появилось в Postgres. Вот JS-квери давно, уже много лет. JSON-pass, по-моему, в 15-й только версии появился, если не ошибаюсь. Но все аналогично. Можно написать метод поиска JSON-pass. И там похожий механизм, в общем-то, это сделано на одном движке. Можно пользоваться тем и тем. JS-квери чуть более функциональны и гибкие, чуть лучше дружат с индексами. Но зато JSON-pass это стандарт, который не только в Postgres используется. И он идет сразу из коробки, не требует установки расширений. В общем, используйте, что нравится. Итого, JSON-B позволяет хранить в Postgres сложную структуру данных, делать гибкий поиск, все это индексируется. Ну и LinkedIn-DB, конечно же, теперь в ваших руках использовать это все на Дотнете. Еще хочется сказать про агрегатные функции. Когда вы делаете группировку, группай, вы можете… Какие у нас известны агрегаты? Минимум, максимум, среднее значение, самое популярное. Вот в Postgres есть еще агрегация в массив. То есть взять и все значения в один массив получить, поскольку есть такой тип массив в одной ячейке. Вот у нас таблица аэропортов. И, соответственно, допустим, задачка. Группируем по таймзоне и получаем массив координат. То есть мы не хотим все-все-все с аэропортов тащить, а нам нужны будут только координаты, например, там на карте области, чтобы нарисовать. И точно так же для агрегата пишем extension метод. Для агрегатов всегда будет первый параметр i-grouping, а второй – expression. И для всех агрегатов можно тут копипастить, даже кто плохо разбирается в expression, и только менять, собственно, SQL выражение. Применяем. Да, вот пишем на .NET, аэропорты группируем по таймзоне, и, собственно, помимо всего прочего, делаем вот этот агрегат свой массив координат. Вот сгенерировался SQL, собственно, с нужным агрегатом RGG. И вот смотрим в окладчике .NET, массив пришел в виде .NET массива, что вообще здорово. Соответственно, удобно работать. Есть также и агрегат в JSON. Вот опять же наши аэропорты те же самые, и хотим мы сделать вот что. Также сгруппировать по таймзоне, и такой получить JSON-чик, что у нас ключи – это коды аэропортов, которые здесь, идентификаторы в табличке, а значение, соответственно, название. Все аналогично, также пишем агрегат. Единственное, это агрегат по двум полям, поэтому на один аргумент больше, а так все похоже. Соответственно, пишем на .NET код, вот делаем группировка, и JSON-общ-AGG. Причем вторым параметром мы возьмем один из методов с предыдущих слайдов, когда мы вытаскивали не весь JSON-документ, а его часть по его ключу. И смотрим внизу, какой сгенерировался SQL. У нас, да, вот вызывается JSON-b-object-AGG агрегатная функция, и второй аргумент – еще и выражение с оператором стрелочка и группировка. Соответственно, смотрим, что пришло в .NET. Пришли у нас JSON-чики, правда, в текстовом виде, но можно десерилизовать, если нужно. И также Postgres позволяет писать собственные агрегатные функции. Естественно, если вы напишите свой агрегат, никакой ORM про него не знает. Но вот с link2db вы можете тут же для него написать extension и заиспользовать в .NET свой собственный агрегат. То есть просто, опять же, очень мощный инструмент. И здесь я мог еще продолжать и перевести много примеров, что есть в Postgres, может быть, что-то, что есть просто в SQL, что ORM не может сделать, а вот вы пишете метод extension, и все получается. Но мне кажется, достаточно, потому что главное здесь было показать вот этот принцип расширяемости. Потому что если вы его освоите, то, собственно, у вас никаких границ не будет. То есть вы все, что может с UBD, вы все можете использовать в ORM. Даже если это какие-то, что-то специфичное для Postgres, даже если это какой-то хитрый оператор из стороннего расширения, вы можете написать вообще свое расширение к Postgres, придумать свой оператор и научить там за две строчки или на QtDB с ним работать. То есть просто неограниченная гибкость. Вот такой замечательный инструмент. И чуть-чуть скажу про производительность. То есть получаем миллион. К сожалению, не о денежной сумме речь идет, а о строках таблицы. Такую сделал тестовую табличку. Там миллион записей. Три колонки. И что я делал? Я тестировал несколько разных ORM. Сначала делал прогрев. То есть просто простой запрос, там получить одну строчку, потому что первый запрос может выполняться чуть медленнее. Или сам коннекшн может физически подниматься, что-то ORM может там инициализироваться. Отключаем все логи, чтобы тоже они, логи запросов, чтобы не тормозили. И, соответственно, что я проверял? Три ORM и F-коры с отключенным трекингом, что важно, потому что трекинг сильно замедляет селект-операцию. И если трекинг вам не нужен в конкретной операции, то есть вам не надо менять что-то и делать сейф-ченч, отключайте его всегда. Такая моя рекомендация, будет быстрее работать. Link to DB внизу. И еще одна ORM, Dapper.net. Вот несколько лет назад я делал аналогичный тест, еще там EF6 был тогда. И Dapper был самый быстрый тогда. А вот на сегодняшний момент он оказался самым медленным. Я, да, у нас время выполнения запросов в миллисекунду, я несколько раз выполнял самый быстрый и сам медленный результат. Но они не сильно отличались. То есть видим, EF Core уже обогнал Dapper. И этот проект, вы посмотрите, последний коммит был, по-моему, полтора года назад. Похоже, он стал загибаться, потому что, ну, собственно, у них главная фишка была скорость, а теперь DATNET Core их выигрывает. А вот Link to DB смотрим и в полтора раза быстрее практически впереди. То есть Link to DB у нас не только функциональная библиотека, но и еще и производительная. И вот в список вот этих фичер на QtDB, про которые я говорил, а, так, ну, собственно, да, добавляем производительность. И, в общем, рассказал я, то есть, и в ней сразу много есть в Link to DB. И можно расширение писать. Еще и с производительностью все прекрасно. И может кто-то из вас, у вас загорятся глаза, вы пойдете к своему темлиду, там, проект-менеджеру или даже директору скажете, давайте используем, такая библиотека крутая. А он вам в ответ. Извини, брат, без EF Core мы не готовы. И причин может быть миллион. От очень объективных, что там много кода, до не очень объективных, что я так привык и вообще рискованно, что там за проект. Хотя скажу, проект Link to DB больше 10 лет уже активно развивается, там почти каждый день новые коммиты, там на GitHub ишью все это активно обсуждается, правится. Но, тем не менее. И вот еще одна хорошая новость. От разработчиков есть интеграционная библиотека Link to DB Entity Framework Core. Она позволяет выполнять Link to DB запросы, используя все классы для EF Core, DB контексты, Entity и эти самые configuration mapping. То есть вы можете использовать EF Core, допустим, на большинстве своих запросов. Потому что в большинстве случаев EF Core и так хорошо работает, и большинство операций умеет. Но если в каких-то определенных местах EF Core не может что-то сделать, а Link to DB может. Она может все, как я показал. То вы в этих отдельных местах с помощью вот этой библиотеки просто делаете это через Link to DB. То есть используете их вместе, и при этом вам не надо писать для Link to DB контексты вот за счет вот этой библиотеки. Я не буду про нее рассказывать. Это можно делать целый доклад про Link to DB Entity Framework Core. Но кто кого-то заинтриговал, почитайте ее Redmi, посмотрите пример. Это, кстати, наверное, самый простой способ начать попробовать Link to DB. Просто взять какой-нибудь проект с EF Core, сделать ветку тестовую, туда подключить и попробовать. И да, собственно, вот в список замечательных фичей Link to DB добавим еще интеграция с EF Core. Ну и, собственно, что еще, да? Еще раз повторимся. Да, это альтернативная URM, но она интегрируется. Она может много сразу из коробки, например, там и CTE, и табличные функции, и оператор Merge. И, соответственно, легко, очень просто писать расширение и добавлять в нее новый функционал. И плюс еще и высокая производительность. Там есть еще и операция массовой вставки, и балкопии. То есть еще и можно вставлять миллионы записей. И в Postgres используется оператор копий, собственно, потоковые массовые вставки. То есть просто прекрасная библиотека. И так уж глобально подытожим, вернемся к глобальным проблемам ОРМ. То есть если, в принципе, как я сказал, экспертиза растет, разработчики учатся писать хорошие запросы, а вот вторая проблема ограниченности, ее, по сути, решает библиотека Link to DB. Потому что там не только обширный набор, но и, как я сказал, расширяемость. Пожалуйста, пишите расширение и получайте любой функционал, какой хотите. И вот это вот противоречие между DBA, администраторами баз данных и разработчиками, оно, в принципе, мне кажется, с годами уменьшается. Потому что, с одной стороны, разработчики как-то стали более вдумчиво подходить к тому, что они пишут на ОРМ, проверять, что там генерируется, чтобы это действительно были нормальные, там, оптимальные запросы. А с другой стороны, DBA опять же видят, что разработчики стали писать лучше и уже, ну, как-то менее критично, менее категорично к этому относятся. И вот эта расширяемость Link to DB, это еще один шаг в эту сторону. И это, ну, настолько крутая фича. Может быть, даже и в EF Core посмотрят и сделают что-нибудь подобное когда-нибудь. Но пока не сделали, пожалуйста, используйте либо просто Link to DB, либо интеграцию с EF Core и используйте. На этом все. Спасибо. Вот здесь вот всевозможные ссылочки. Ну, вот на само Link to DB или Link to DB EF Core. Экстеншн для Postgres из коробки, соответственно, Nugget пакет. Документация Postgres на русском. Вот эта демо-база, про которую я говорил, можно скачать. И мои контакты. Пишите мне. Вот. Алексей, спасибо огромное. Это было здорово. Ты не видишь, конечно, но вот там еще в дискуссионной зоне куча народа сидела, смотрела. И даже в кофебрейке. Ребята, спасибо огромное за внимание. У нас есть буквально 7-8 минут. И есть возможность позадавать вопросы. Так, вижу руки. Все не успеем сразу говорить. Давайте попробуем. Вот здесь были первые руки, пожалуйста. Сейчас вам дадут микрофончик. Да, добрый день. Спасибо. Меня зовут Николай. Футбольный клуб «Спартак». Вопрос такой. Вообще тестировали на каких запросах производительность, что быстрее? Потому что вы сказали быстрее. А какие эти запросы были? На производительность как бы я тестировал один запрос. То есть просто получить все записи из таблицы. То есть это именно скорость самого маппинга. Потому что здесь и уже… То есть вы можете написать такой запрос, который в принципе сама СОБД будет выполнять медленно. И тут уже ОРМ не сильно повлияет. То есть я как бы упомянул вскользь, ну просто на сходу, на простом запросе разница в полтора раза. То есть это как бы… Да, об этом можно делать отдельный доклад, делать серьезные исследования. То есть я сильно глубоко не копал. Но в данном случае просто select звездочка from таблицы, где миллион записей. Еще небольшой вопрос. Можем ли мы объединять разные extension методы? Допустим, мы хотим по JSON-B найти какие-то рейтинги anywhere и посчитать агрегацию какую-нибудь среднюю или медиану. Как мы можем объединить эти extension? Ну так, собственно, там был пример, где я там внутри агрегата как раз использовал другую. Сейчас давайте покажу. Про JSON-B. Так. Что-то раньше тоже. Вот JSON-B. Так. А, нет. Сори. Агрегат. Агрегация JSON-B. Ну вот, здесь, по сути, JSON-B. То есть JSON-B агрегатное, а внутри, опять же, JSON-child-text, это тоже метр расширения. То есть, да, их можно один в другой вкладывать, сколько хотите. Спасибо. Супер. Давайте попробуем задавать по одному вопросу, но самому интересному. Была еще рука вот рядышком. Актуальный еще вопрос? Здравствуйте, Алексей. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вчера ехал в поезде и увидел, что в E восьмой версии добавят поддержку вызывать SQL-запросы. Разу в коде можно будет писать и необязательно линк делать. После этого добавления стоит использовать линк в той или иной. Но здесь идет речь о запросе целиком или о какой-то кусочке запроса? Целиком. Ну, видите, целиком-то понятно, но в чем разница? Да, мне этот вопрос уже тоже задавали. Смотрите. Конечно, есть вообще там, условно говоря, противники URM, которые говорят, давайте все писать в SQL. Есть кто-то говорит, ну, давайте использовать URM, а где они получаются, напишем SQL. Смотрите, вот эти экстеншены, это как бы маленькие кирпичики. У вас может быть большой запрос с join-ами, с чем-то с CTE, и внутри него вы вставляете какой-то экстеншен, ну, допустим, с каким-нибудь полнотекстовым поиском. И вам не надо писать весь большой текст, и вы вот этот кирпичик, вот этот экстеншен можете там повторно использовать сто раз. Да, вы один раз проверили синтакси, что он работает, и если вы будете писать текстом, вам каждый раз, ну, на каждое использование вам нужно проверять отдельно ваш текстовый запрос. Дальше. У вас есть риск там SQL-инъекции, вам об этом, ну, я не знаю, вот в EF Core 8, может быть, это они решили, я еще не смотрел, честно говоря, этот функционал. И, опять же, ORM, что это такое? Это проверка синтаксиса, именно синтаксиса названия таблиц колонок на основе компиляции. То есть, если вы пишете текстом целиком запросы, у вас что-нибудь поменялось, колонку переименовали, и руками все запросы, то есть вам компилятор это не поможет. То есть, собственно, почему мы любим ORM. И в чем отличие от того, что мы экстеншены, а вот просто SQL-текстом, что мы делаем экстеншен на один кусочек, но весь запрос целиком по-прежнему остается в ORM и повторное использование. Спасибо. Была вот здесь вот еще рука. Вопрос актуален? Так, можно, пожалуйста. Спасибо огромное. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Вопрос такого характера. Не подскажете, как вы в проекте используете маппинг, fluid маппинг или на атрибутах? И как, ну если это fluid, например, то как вы его инициализируете один раз? Потому что столкнулись там в свое время с проблемой, что сам маппинг, он интернальный, и достучаться не так просто. Ну, тут подходы разные. Вообще, больше любят все fluid. Мне на атрибутах тоже нравится. Опять же, если мы интегрируемся с EF Core, мы вообще используем EF Core конфигурейшны, и как там делали, так и делаем. А если используем просто link.tb, можно так и так, можно есть и fluid синтексис, есть и на атрибутах. Собственно, как и в EF Core тоже. Так, ну что, у нас есть еще, наверное, две с половиной минуты, и я вижу две руки, давайте попробуем. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот относительно развертывания базы и миграции в linked.tb, аналогичная ситуация с EF Core? Нет, не аналогичная. То есть это, как я говорил, более узкоспециализированный инструмент, это именно ORM. То есть он занимается своей, как бы, нишей, да, решает свои задачи. То есть если вы используете, например, DB First подход, который мне, честно говоря, больше нравится, потому что я как человек, работающий с базами, ну, я считаю, что DDL, но нельзя доверять какому-то инструменту, который что-то там вам сгенерирует. Но это мое мнение, кто-то любит Code First. Если Code First, то интеграция с EF Core, ваш выбор. Если DB First, например, Fluent Migrator используйте. Вот там сзади была рука. Здравствуйте, спасибо за доклад. Про миграции частично ответили, а вот с EF Core я еще получаю встроенный паттерн Unit of Work, то есть Change Tracking. Да, спасибо. Все, да? Если у нас какой-то приз за лучший вопрос вот этому человеку однозначно. В члене только аплодисменты. Давайте похлопаем. Да. Я не сказал об этом. LinkedIn to DB — это не Unit of Work библиотека вообще. Она этот паттерн не реализует. То есть там нет трекинга в принципе. И, на мой взгляд, это лучше, потому что, опять же, трекинг — это такая странная штука, которую придумали, чтобы вроде удобнее было кодить. Мое мнение, как человека, хорошо знающего BD, достаточно хорошо изнутри, чем ближе то, что вы пишете, к тому, как это будет работать в SQL, тем лучше. И как раз таки, ну, в EF Core 7, да, завезли у нас там апдейт без получения, ну, типа апдейт, всем увеличить там зарплату на тысячу рублей без получения данных себе. Там, допустим, удаление без получения записей. Вот. До этого это все делалось через трекинг и очень сильно замедлялась работа. Ну, опять же, у каждого свой вкус, свое мнение, но LinkedIn to DB — это вообще не Unit of Work, и трекинга там нет в принципе. Вот так. Супер. Спасибо огромное. Я знаю, что у вас еще остались вопросы. К сожалению, время у нас в этом зале уже подходит к завершению, но ты же никуда не бежишь, правда? Никуда. Отлично. Мы сейчас проходим в дискуссионную зону, будет возможность все вопросы задать. Вот. Спасибо огромное за интересный доклад. Очень приятно видеть такой живой отклик аудитории. Вам спасибо за внимание и за интересные вопросы. Тогда еще раз давайте поблагодарим спикера аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АЛЛИЙСМЕНТЫ